Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Выборы законодательного органа парламента Республики Западная Армения 2017 года. Пашинян рассказал, о чем договорился с Алиевым. Россия начала поставки С-300 в Сирию. Помпео обсудил с главными странами Ближнего Востока противодействие Ирану. Ситуация в Сирии. Амир Хатамин. Иранский народ никогда не капитулирует перед врагом. Преподаватель университета Тавца представит свою новую книгу по искусству Армении. В преддверии выборов Национального собрания Республики Западная Армения парламент страны еще раз напоминает гражданам о том, что переходя по ссылке под этим видео откроется опросный лист, на котором вы найдете информацию на предпочитаемом вами языке, который поможет вам узнать, как именно вы можете поддержать своего кандидата. На опросном листе вы должны 1. Написать на первой строчке имя и фамилию вашего кандидата. Далее заполните свои личные данные, чтобы стать гражданином Республики Западная Армения. Таким образом, ваше участие подтвердится, и у вас будет право принять участие в парламентских выборах, зная, что можно голосовать лишь за одного кандидата. Вы можете прочесть биографию абсолютно любого кандидата в онлайн-режиме, нажав на имя и фамилию данного кандидата. В Душамбе состоялась двусторонняя неофициальная встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Альева, в ходе которой были достигнуты договоренности вокруг урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом сегодня по возвращении саммита в Душамбе в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Армении. По его словам, в ходе их неофициальной встречи впервые состоялся предметный разговор, в результате которого лидеры двух стран договорились дать указания министрам обороны обеих стран предпринять конкретные шаги в вопросах снижения напряженности и предотвращения инцидентов на границе. Об этих договоренностях я немедленно сообщил главе Нагорного Карабаха Бакоса Океану, и эти договоренности для него также приемлемы. Фактически можно сказать, что принимаются меры по предотвращению нарушения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, сказал Пашинян, отметив, что накануне он дал соответствующий приказ вооруженным силам. Лидеры двух стран также договорились наладить оперативную коммуникацию. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия начала поставки систем ПВОС-300 в Сирию. Об этом дипломат рассказал во время пресс-конференции по итогам 73-й сессии Генассамблеи ООН. Передает РИА новости. В понедельник министр обороны Сергей Шайку заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии комплексы С-300. Он отметил, что подобное решение существенно укрепит боевые возможности ближневосточного государства. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министрами иностранных дел Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента. Госсекретарь подчеркнул важность победы над исламским государством и другими террористическими группировками, установление мира и стабильности в Сирии и Йемене, обеспечение процветающего и объединенного Ирака и прекращение пагубной деятельности Ирана в регионе. Все участники согласились с необходимостью противостоять угрозам со стороны Ирана, направленным против региона и США, говорится в сообщении. Мирные жители провинции Идлиб продолжают выходить из районов, захваченных радикальными исламистами, через гуманитарный коридор в окрестностях населенного пункта Абу-Духур. Об этом пишет местный телеграм-канал Новости Дамаск. Подконтрольное исламскому государству информагентство Аль-Амак заявляет, что радикальные исламисты атаковали позиции демократических сил Сирии в населенном пункте Ас-Сакура, использовав заминированный автомобиль. В результате теракта курдские военизированные отряды потеряли 35 боевиков убитыми и ранеными. Правительственные войска с сирийской армией продолжают продвигаться в районе вулканического плата Ас-Сафа при поддержке ВКС РФ. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter, что сирийская арабская армия отрезала террористов исламского государства от источника питьевой воды. Кроме того, бойцы сирийской армии обнаружили склад с оружием и боеприпасами радикальных исламистов. Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран в четверг, отметив, что Америка пытается посредством экономического давления и насильственных санкций заставить иранский народ повернуть вспять и отказаться от революционного пути, пояснил, что иранский народ никогда не отступит перед врагом. По сведениям Ирна, министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, выступая в Шахриаре в провинции Тегеран, назвал Америку и режим Израиля главными врагами Ирана и отметил, что интеллектуальные центры Америки, режима Израиля и их приспешников пытаются посредством давления и террора заставить иранский народ покинуть арену, но им никогда не удастся сделать этого. Обращаясь к врагам Ирана, министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана сказал, что Иранская Республика сегодня в плане производства военного оборудования добилась самодостаточности и не зависит от какой-либо мировой державы. Амир Хатами отметил, что иранский народ одержит верх в экономической войне, аналогично тому, как он одержал победу во время восьми лет священной обороны. Преподаватель университета Тавца Кристина Маранчи 4 октября на встрече с выпускниками вуза представит свою новую книгу «Искусство Армении предисловия». Об этом сообщает Wicked Local Summerville. В книге Миранчи исследования по искусству Армении, начиная с давних времен до раннего отрезка новейшего периода. Она включает все сферы – архитектура, каменная скульптура, металлические деревянные предметы, рукописи и так далее. Данная книга исключительная, поскольку представляет читателю армянское искусство за три тысячи лет. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Вариад Артс в исполнении танцевального вокального народного ансамбля «Йотн Ор, Йот Кишир». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!